Восточный Иерусалим, палестинская столица, провозгласили лидеры 48 государств и правительств, принявших участие в саммите ОЕС, Организации Исламского Сотрудничества. Он был экстренно созван в Стамбуле после того, как глава Белого Дома признал Иерусалим столицей Израиля. Решение президента США Дональда Трампа недействительно, написал в своем твиттере министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушуглу. С трибуны саммита глава палестинской администрации Махмуд Аббас призвал все страны мира последовать примеру ОЕС и признать Восточный Иерусалим палестинской столицей. «Как палестинцы, арабы и мусульмане мы больше не можем воспринимать Америку в качестве нейтрального посредника, для которого основным необходимым условием является полная легтивность», – сказал Аббас. Израильтяне заняли восточную часть Иерусалима в ходе войны 1967 года. ООН и значительная часть международного сообщества считают это аннексией. Резолюции Совбез ООН предписывают Израилю вывести свои войска с этой территории и прекратить поселенческую деятельность. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху призвал палестинцев признать реальность и действовать во имя блага, а не экстремизма. В конце концов, правда восторжествует. Все другие страны признают Иерусалим израильской столицей и перенесут туда свои посольства, – сказал Нетаньяху. Это заявление вызвало еще большее возмущение палестинцев. Их протесты против решения президента США не прекращаются. В среду в Альберехе, недалеко от Ромалаха, на западном берегу Иордана, несколько сотен палестинцев вышли на улицы. Они поджигали покрышки и вступали в столкновение с израильскими военными и полицией. Несколько демонстрантов были арестованы.